В эфире пресс-служба корпорации ВСМП АВИСМО. Здравствуйте! Вы смотрите специальный выпуск с международного авиакосмического салона МАКС-2015. Более 700 российских и, несмотря на санкции, зарубежных представителей авиакосмоса собрались в 40 километров от города Москва в Жуковском. Мы обязательно постараемся рассказать вам о большинстве из них, а также показать практически все из 110 представленных на летном полигоне Летно-исследовательского института имени Громова летательных аппаратов. Но обо всем поподробнее. На огромных площадях авиасалона опытные образцы летательных аппаратов и боевых комплексов, экспериментальные установки и другая техника, блистая в лучах подмосковного солнца, первыми встречали посетителей выставки. А каждый гость, опуская на глаза солнечные очки, восхищался. Погода сегодня летная. Ясное небо, отсутствие порывистого ветра, сильного дождя и грозы способствуют хорошей видимости и безопасному полету. Голубое небо Жуковского благоволило не только хорошо просматриваемой авиапрограмме, но и деловой части авиационного международного салона. Все средства массовой информации называют этот авиасалон рекордным по числу посетителей за всю 12-летнюю историю. За 6 дней в Жуковске приехала и получила специальный пропуск 405 тысяч человек, что почти на 65 тысяч больше, чем в 2013 году. На протяжении всей выставки было аккредитовано журналистов из 580 российских и 158 зарубежных средств массовой информации, включая 43 российских и 26 зарубежных телеканалов. Все они в разные дни работы посетили экспозицию корпорации ВСМГ «Висма». Но рекордное количество корреспондентов на нашем стенде можно было наблюдать в день открытия Макса, когда все фото и видеокамеры были обращены на главный из 43-х титановых экспонатов. Тот, который ждал своего часа под белым покрывалом. Для нас этот салон начинается со столь приятного мероприятия. Это, наверное, своеобразный день рождения. Мы шли к этому событию достаточно долго. Помимо тех 20 лет нашего сотрудничества с «Аэрбасом», последние 5 лет мы пытались вместе развить наш добавочный продукт, нашу добавочную стоимость корпорации ВСМГ «Висма» и, с другой стороны, сократить издержки «Аэрбаса» на производство самолетов. И вот это, как говорят на английском, «win-to-win-strategy», как раз мы сегодня и представляем результат ее реализации. Результат – первая механообработанная на ВСМПО «Деталь», которая на сегодняшний день является самой большой в мире структурной штамповкой для самолета «Аэрбаса» А-350-900. Корпорация ВСМПО «Висма» – основной поставщик «Титана» для компании «Аэрбас». Мы работаем по всем основным программам, включая и программу «ХВБ» А-320 «НЕО». Мы очень гордимся этим партнерством, и для нас большая честь сегодня присутствовать на данном мероприятии. Новейшая разработка французского авиастроителя «Аэробус-350» посетителей авиасалона могли не только лицезреть на статичной стоянке «Макса», но и восхититься его бесшумным полетом на летном полигоне. Бесшумен «Аэробус» благодаря своему двигателю, обладающему высокой топливной эффективностью и потому самым низким уровнем выбросов и шума. А-350 – самый технологически продвинутый из всех «Аэрбасов». Аббревиатура «ХВБ» расшифровывается как «Экстра-широкий фюзеляж». И действительно, фюзеляж 350 на 12,7 см шире, чем у «Боинга» 787-9. Крыло этого «Аэробуса» – самое совершенное из всех спроектированных компанией «Аэрбас». Четырехметровые законцовки в форме загнутой сабли работают на существенное снижение сопротивления и увеличение подъемной силы. Размах крыла составляет почти 65 метров, а штамповка, произведенная на ВСМПО, является соединяющей частью между крылом и шасси самолета. Прелесть данного изделия, что порядка 50% веса снято в Салде, и это действительно удалось и технологически, и технически, и политически, и экономически сделать за последние три года. Далее она направляется в Европу, и уже финальный механ обрабатывается на предприятиях «Аэрбасов». 25 августа, который Михаил Викторович назвал своеобразным днем рождения, не обошлось без подарков. Титановый сувенир, изготовленный на ВСМПО специально для компании «Аэрбас» и представляющий собой кисть руки человека, внешне выглядит просто, но имеет глубокий смысл. Эта рука, может быть, она не совсем правильно сделана физиологически, но она выражает то, что происходит сегодня. С одной стороны, рука нас объединяет, но с другой стороны, она показывает нашу совместную победу. Поэтому с этой и со всеми остальными нашими руками вместе мы достигнем много чего в будущем. Спасибо большое. В благодарность за сотрудничество Оливье Кокиль также преподнес Михаилу Воеводину подарок, ставший не единственным французским презентом, приехавшим после выставки в Верхнюю Салду. Макет французского лайнера А380, балка шасси которого самая большая штамповка в мире, также производится на ВСМПО, займет достойное место в нашем музее, пополнив коллекцию моделей самолетов, в производстве которых используются титановые полуфабрикаты с торговой маркой корпорация ВСМПО «Ависмо». Еще одна новейшая разработка, на этот раз американского авиастроителя, компании «Боинг», не обошлась без Верхнесалдинского «Титана». Широкофюзеляжный «Боинг-777Х» стал гвоздем программы участия в МАКСе компании «Боинг». Об этом лайнере много говорилось и во время пресс-конференции, организованной «Боингом» в конгресс-центре МАКСа. Это самолет, который взлетит в конце 10-летия. Мы надеемся, придет наш мир к самому популярному авиалайнеру. В современности, одна моих самых популярных авиалайнеров. В современности, Широкофюзеляжный «Боинг-777Х». У нас уже сотни заказов есть на эти самолеты. Я надеюсь, что эта программа будет продолжаться как минимум 30 лет. Она начнется для наших заказчиков в 2019 году, мы будем представлять первые самолеты. Я имел честь создавать первый самолет «Боинг-3Боинг-7Х». Мы в 1995 году его поставили первым заказчиком. Вот 20 лет спустя мы подписываем сегодня соглашение. И ВСМПО, российская компания, лучшая компания в мире по производству аэрокосмического «Титана», становится основным партнером «Боинга» по созданию этого самолета. Как сообщил Сергей Кравченко, штамповки для нового титаново-композитного крыла будут производиться как на ВСМПО, так и на совместном предприятии «Урал-Боинг-Мануфэктуринг». Мы объявляем о расширении сотрудничества компаний «Боинг» и корпорации ВСМПО «Бизма». Корпорация ВСМПО «Бизма» становится ключевым поставщиком компании «Боинг» по новой программе «Боинг-777Х». Соглашение подписывает генеральный директор корпорации ВСМПО «Боинг-Мануфэктуринг» «Боинг-Мануфэктуринг» предъявляет компанию «Боинг-Россия-СФСР» Сергея Кравченко. Подписывается соглашение о поставке штамповок для нового композитного крыла корпорации ВСМПО «Бизма» для нового самолета «Боинг-377Х». Скрипив российско-американские деловые отношения к крепким рукопожатиям, Михаил Воеводин и Сергей Кравченко ответили на все вопросы журналистов. А в это время деловые переговоры и подписания на стенде корпорации ВСМПО «Бизма» были в полном разгаре. В плане работ менеджеров ВСМПО значилось 47 встреч. И несмотря на то, что во время некоторых бесед в переговорной было жарко от споров по срокам и объемах поставок, заказчики уходили со стенда с положительными эмоциями. «Сегодня у нас в завершающей стадии находятся переговоры, обсуждения и подписания очередного трехлетнего соглашения, которое будет позволять нам, так сказать, продуктивно работать по поставке титановой продукции для предприятий холдинга «Вертолета России». ВСМПО «Бизма» – это наш очень старый и надежный партнер и поставщик металла. Поэтому мы работали всегда и очень рады и довольны работать с ВСМПО. Ну, начнем с того, что мы без вас вообще никуда. На сегодняшний день поставщик титановых заготовок, кроме Верхней Салды, конкурентов России нет. Существуют там мелкие какие-то предприятия, но все равно основной поставщик – это вы, больше никого. У нас на сегодняшний день очень много новых проектов, особенно связанных с импортозамещением. Вот именно по импортозамещению мы сейчас основной упор делаем на титан, поставляемые из Салды. Именно вот эта вот вертолетная тематика, двигатели ТВ-7-117 и его модификации, где там порядка, вот на вертолетной тематике порядка 12 заготовок уже идет в Салда. Это очень большой, серьезный объем. Причем мы хотим выйти на объем порядка 500 двигателей в год. Авиасалон «Макс» – это деловая площадка, где решаются производственные вопросы, где демонстрируются лучшие достижения в сфере авиакосмоса, а также место, где можно встретить известных людей. Например, на «Максе» можно увидеть первое лицо государства. Владимир Путин возглавил делегацию представителей власти на «Максе». И если видеооператору при службе в СМПО удалось только вскользь запечатлеть проходившего мимо павильона, где располагался стенд в СМПО президента, то фотокорреспондент «Новатора» может похвастаться удачным ракурсом Владимира Владимировича. Еще одно не менее узнаваемое лицо Марина Попович – летчик первого класса, постоянный участник и почетный гость Макса. Взять автограф у выдающейся летчицы-испытателя и сделать фото на память мог каждый посетитель авиасалона в Жуковском. А вот щеголять в настоящем летном костюме удалось далеко не каждому. Нам повезло. И теперь в гардеробе журналистов пресс-центра в СМПО есть настоящий авиационный комбинезон, созданный фирмой «Округ», которая презентовала на Максе широкий спектр фирменной одежды. О моделях спецодежды для авиации сотрудники «Округа» могут рассказывать часами. Ну, что касается стюардов, стюардесс, пилотов, поскольку здесь у нас представлены стюардессы, пилот, то тут, конечно, основной – это внешний вид в соответствии к корпоративным стандартам. Ну и достаточно высокие требования предъявляются к покрою, к тому, чтобы это все сидело как надо, чтобы, ну, не мялось, естественно, поскольку в эксплуатации это все находится постоянно. А вот дрыз-код для пилотов самолетов военного назначения более жесткий. Ткани должны и выдерживать скорость набегающего потока при катапультировании, и они должны не поддерживать горение. Экипировка, в которую облачилась ваша покорная слуга, подойдет летчикам, совершающим полеты на гражданских судах. Таких, например, как самый передовой отечественный лайнер МС-21. Сборка узкофюзеляжного самолета еще продолжается в цехах корпорации «Иркут». Но на Макси-2015 можно было побывать за штурвалом этого лайнера. Первые пассажиры полетят на МС-21 только в 2018 году. Попробовать сегодня на симуляторе удалось и нам. Ну что, полетели? Вполне реалистичный полет состоялся под руководством первого пилота, сотрудника корпорации «Иркут» Александра Валяева. Он показал нашей съемочной группе весь Жуковский, демонстрируя возможности управления самолетом МС-21. Самая ответственная часть полета, посадка самолета, нашей команде далась с легкостью. Ожидаемого удара шасси о землю мы не ощутили. Конструкторы симулятора предусмотрели только визуальные звуковые эффекты. Но в благодарность за экскурсию и состоявшийся безаварийный полет наш пилот Александр был удостоен высшей формы признания. Аплодисментов после посадки. Ощущение после полета на симуляторе самолета МС-21 более чем реалистичное. Но этот день на МАК-2015 запомнится нам еще одним памятным событием. Нам удалось пожать руку настоящему пилоту, который сегодня поднимет в небо самолет линейки Як. К слову, 130-е Яки летают на движках, производимых Объединенной двигателестроительной корпорацией, которая использует титановые заготовки в СМПО. Посетив стенд двигателестроительной компании, понимаешь, что Титан в СМПО присутствует во всех двигателях самолетов отечественного авиастроения. Титан корпорации ВСМПО «Ависма» на МАК-2015 практически везде. Вот, например, двигатель ПД-14, который в скором будущем поднимет в небо самолет МС-21, произведенный компанией «Иркут». В холодной части этого двигателя лопатки из титанового СМПО, а также диск, вентилятора и кольца. В первую очередь он и разрабатывался. В рамках программы по созданию узкосережного самолета МС-21, первого отечественного лайнера современного такого класса. Он аналогичен Боингам 737, аэробусам А320. И он, конечно, предназначен в первую очередь для него. Но в дальнейшем мы рассматриваем и другие возможности, возможности продвижения его на другие платформы. Отечественные, транспортные для транспортной авиации, для других вариантов пассажирских самолетов, возможно, чуть меньше вместимости, но вместимости больше, чем региональные самолеты существующие. То есть 120-130 местные. Конечно же заинтересованы в том, чтобы продвигать этот двигатель за рубеж на зарубежные платформы, ведущие мировые. Но требуется сертифицировать движок, требуется все-таки сначала заработать определенное имя. И поэтому, конечно же, МС-21 для нас очень важен. И успех этой программы, он во многом определит также и судьбу ПД-14. Корпорация ВСМПО «Висмо» представила на Максе еще одну заготовку для этого двигателя. Кольцо вентилятора, который размещен в холодной части двигателя и выполняет несущую функцию. Но двигатель ПД-14 далеко не единственная инновация, в производстве которой участвует корпорация ВСМПО «Висмо». На Максе 2015 сотрудники ВСМПО озвучили результаты научно-исследовательской деятельности в области создания новых сплавов. Вчера состоялись испытания в институте «Стали», где проводили работы по испытаниям нового экономно-аллигированного сплава ВСТ-2, который необходим для замены сплава АБВТ-20, который существует уже с 1970 года и идет для изготовления сварных бронекапсул на современные самолеты. То есть данный сплав может снизить вес изделия на 10%. И также он обладает более низкой себестоимостью по сравнению с традиционным сплавом. Проводили испытания данным средством 12,7 калибр. То есть при угле соударения выполнены все требования по условиям испытаний и получилось, что данным средством пробития не наблюдается. Здесь же на Максе состоялась встреча сотрудников ВСМПО с представителями Всероссийского института авиационных материалов, во время которой обсуждались результаты испытаний нового сплава под названием ВСТ-2. Месяц назад приезжала делегация с департамента авиационной промышленности и были представители тоже СВИАМА. То есть они в курсе этой темы, но к тому моменту у нас не было четких данных, насколько этот сплав легче, чем тот. Сейчас уже провели испытания и можем смело заявлять, выигрыш по весу 10%. То есть если кабина весит 400 кг, то 40 кг можно скинуть по весу. Ну и плюс себестоимость этого материала ниже, чем у существующего, благодаря внедрению повышенного содержания отходов в сплаве и более дешевой губки. Помимо задокументированных результатов исследований, солдитцы привезли в Москву инновационный продукт – бронежилет. Инновационный, потому что в конструкции этого средства защиты использованы не стальные пластины, а титановые. Конструкция бронежилета была разработана институтом не стали, а бронезащитные элементы были выполнены в СМКО, изготовленные в СМКО. Данный бронежилет с титановыми элементами легче стального аналога на 700 грамм, что при весе в 3,5 кг достаточно существенно. МАКС-2015 стал площадкой не только презентаций и деловых переговоров, но и местом удивительных встреч и знакомств. Ульрих Унгер, представитель немецкого журнала «Флигер Ревуэ», прибыл на МАКС по редакционному заданию. А стенд в СМПО он посетил не случайно и не с журналистской миссией. Ульрих – пилот с 50-летним стажем, управляющий планерами и самолетами Як-18, Ил-18, Ту-134, а также Боингами 757 и 767 и завершивший свой летный стаж в бизнес-авиации в авиакомпании Люфтханза. Имеют прямое отношение к Верхнесалдинскому городскому округу, а конкретно к поселку Басьяновский. Какое? Мы узнали, взяв у Ульриха интервью. Ульрих, вы столько лет отдали этому непростому, неземному делу. Расскажите, как рождается желание стать летчиком? Ну, был какой-то мягкий толчок, скажем так, просто такой общий. Начал я склеивать самолеты бумажные. И когда слетел Гагарин, в нашей пилотерской организации, то есть в районе, объявили конкурс имени Гагарина. Что-нибудь такое надо делать детям. Но я туда предоставил свои модели. И случилось так, в один день они все пришли подавленными. Сломали, сломались в Дом пионеров и украли там экспонаты. И сломали витрину и украли мои там 2-3 самолета, которые... Они из чего были? Бумажные. Ну, такие модели. Они модели журнала были, или спроектированные? Нет. И журналы. Да, из шума, ну, которые продаются там. Да, там было И-16, ЛА-5, еще что-нибудь такое. И, в общем, конкурс как таковой, как вычислить, они сотруднились. И вышли из положения, меня включили в победителя, так сказать. А первый приз был полет на самолеты А-2. И мы гордо летели на А-2. И это был, так сказать, тот решающий толчок, что я решил вот это хорошее занятие. Как детские эмоции тогда повлияли на желание летать еще и еще? Слух меня впечатлил, ну, грунтовая там полоса была, грохот большой. А потом видел, конечно, сверху, но такие прогулочные полеты делаются не просто так, а по знаменитым местам. И там замок такой, еще что-то знаменитое, что, конечно, знаешь, снизу. И так это величественно проплело все. Вот это было в самом деле очень хорошее такое впечатление. Но я решил, что надо работать в этом направлении. Вступил в кружок авиамоделистов, попал там уже, наверное, в 14 лет. В хороший такой кружок, который именно ТОЗААФ это наше общество организовало. А руководитель был настоящим мастером. Он сам был чемпионом ГДР по этим моделям, которые по кругу летают с моторами. И то есть он нас выбрал на чемпионат ГДР, и мы там сняли второе место. Я жил в Саксонии, а чемпионат состоялся у Патистского моря в городе Висмар. То есть мы в этом качестве первый раз проехали всю республику. И так вообще-то все это интересно. А что ваших будущих коллег заставило полеты сделать делом всей своей жизни? Ну там совершенно разные мотивы. Я встретил коллеги, которые вообще были музыкантами в концертных оркествах. Я тоже спрашиваю, что такое. И говорит, что вот хотелось что-нибудь другое. Знаю по меньшей мере 4-5 командиров кораблей, которые изначально были врачами. Имели частично собственную, продолжали иметь собственную практику. То есть в контору свою врачебную. То есть там мотивы могут всякие. В целом эта профессия, конечно, прививает некоторую дисциплину. Отучить от лихачества всякого рода. Потому что это ни к чему хорошему не приведет. Некоторые такси от выносливости. Потому что постоянно бывают какие-то проблемы с этой авиацией. Изменяются правила. Изменяется еще что-то. Потом на самом аэродроме происходит что-то, что хочешь. Или зима. Или какое-то вмешательство внешнее. Если ты летаешь, у тебя, если что-то не так идет, то просто чувство ответственности составляет тебе что-нибудь придумать. Или это стандартный случай, это есть готовые решения. Где-нибудь тут некоторый опыт. О, это я вспомнил, было вообще такое. Или ты отрабатываешь алгоритм, чтобы выйти из положения. А временные эмоции там начистоят. Вот мы и заговорили про эмоции. Расскажите нашим телезрителям, что же связывает немецкого пилота с уральской глубинкой, в которой живем и мы. Я учился в Ленинграде в Академии гражданской авиации. И после летного училища в ГДР я сюда поступил в Академию. И хотелось мне посмотреть какой-то был парад в Москве. Хотелось просто посмотреть парад. По своим юношеским представлениям я думал, что могу ходить, так сказать, на Красную площадь или близко. И посмотрите все. Ничего подобного было. Но видели я кое-что. Был я доволен и поехал в Шереметьево в аэропорт, чтобы лететь в Ленинград. А там шумная кампания молодых людей, они что-то там обсуждают. И, ну, я как иностранец, интурист, сразу же у меня все приняли и все. И оказывается, я от этой шумной кампании отбирал последнее место в самолете. То есть я, меня как иностранца, кровь из низа берут, а кого-то высадили. И высадили из этой кампании. Поэтому там, ну, как интуриста, как иностранца, посадили крайний самолет. То есть самолет был уже занят, и меня верили. Ищите себе место. Это был 104-й. Ну, было свободное место, женщина там сидеть. Хорошая. Сел туда. Оказывается, это та дама была, которую вы садили. Потом почему-то еще нашлось место. У нее все равно все. И вечером... А, это был... Ну, праздничный день. Я был на параде, а в Ленинграде был салют. И включили эти расстреления колонии там, где огонь. Там, на пирже. И мы договорились там встретиться вечером. Закончили день. Вот так познакомились с женой. А что она из Пазяновки, это потом уже выяснилось. Бывали ли вы в наших краях, в Верхнесалдинском городском округе, на малой родине вашей жены? Пока родители были живы, они регулярно туда ехали, и с дочкой. Мне, как иностранца, в советское время вообще было запрещено. Я иногда нарушил, но там нарушат червата. Там точно вычисляют, что человек не отсюда. И поэтому я там не был. А после похорона родителей, она там редко бывала. Примечательно то, что надкрупные плиты ее родителей, титановые. Это в этих краях вроде не редкость, они будут жить вечно. Галина Полякова и Ульрих Унгер отметили в прошлом году рубиновую свадьбу. 40 лет назад они волею судьбы или благодаря простому стечению обстоятельств познакомились на борту пассажирского самолета Ту-104. В небе, над облаками, между двумя людьми, говорящими на разных языках, проживающих в некогда враждующих странах, привыкших к своим жизненным устоям и общественным принципам, родилось прекрасное, окрыляющее, захватывающее дух чувства. Менее острые, но поистине восхитительные ощущения можно испытать, побывав на летном полигоне Макса. От характерного гула, издаваемого истребителями, закладывают уши, а от фигур высшего пилотажа, демонстрируемых на аэрошоу в Жуковском, по-настоящему захватывает дух. Увидеть самолет на статичной стоянке, а потом лицезреть все его возможности в небе, можно только на авиасалоне. А мы предлагаем вам окунуться в это прекрасное действие и восхититься железными птицами, созданными руками человека. Субтитры создавал DimaTorzok Самолет Airbus 350-й только что вернулся с демонстрационных полетов. Именно отсюда, с места стоянки этого самолета, мы хотим завершить наш выпуск. И сказать Максу 2015 до свидания. Эта выставка войдет в историю корпорации ВСМПО АВИСМА самыми значимыми событиями и подписаниями, благодаря которым мы, и надеюсь вы, уважаемые телезрители, смогли испытать непередаваемое чувство гордости за корпорацию ВСМПО АВИСМА и за то, что мы сотрудники ВСМПО. До свидания.